Всем привет! Сегодня хотелось бы с вами поговорить на тему с кем и почему чаще всего встречаются женщины, с кем вступают в отношения, в близкие, в половые. Давайте сегодня разбираться. То есть действительно вопрос на миллион. Очень многих мужчин эта тема волнует. Почему вот у кого-то бывает огромное количество женщин, а у кого-то их абсолютно небольшое, да? Почему с кем-то женщины буквально в первый вечер уезжают, да, и всё у них хорошо в сексуальном плане, а у кого-то нет женщины? Пришло мне одно очень интересное письмо-обращение. Пишет мужчина про то, что у него в течение нескольких лет абсолютно нет никаких половых отношений. То есть от слова совсем нет. Что он написал в этом письме, я дословно вам прочитывать не буду, но смысл заключается в том, что он не такой, да, что у всех есть, всем дают, ему не дают. По какой причине он не может сказать? То есть он меня спрашивает, то есть по какой причине мне конкретно не дают? По какой причине? Я вроде бы не старый, я вроде бы там не толстый, у меня есть хорошая работа, но вот что-то не получается. Действительно, у многих есть какой-то такой определённый комплекс, и часто, часто стоит какой-то определённый блок, что да, вот у всех есть, я вроде бы пытаюсь, я вроде бы знакомлюсь, я же не сижу дома, я не сплю круглосуточно, да, то есть я занимаюсь поиском активно партнёрши, но частая ошибка, что вы ищете партнёршу именно для секса, да, для сексуальной жизни. Это такая очень яркая ошибка многих. Вы не ищете женщину для отношений, вы её ищете для вот именно секса. Вот именно отсюда уже начинается целая проблема. То есть вам не, опять же, вы не получите тех самых отношений, вы не получите удовольствия, вы не получите какой-либо близости, если конкретно выбираете ту, вот, которая просто вам там даст при первой встрече, да. И это действительно проблема, да, для многих мужчин. И они говорят, мы не, ну, не можем, да, у меня вот партнёрша не нужна, мне прекрасно живётся там одному, с собакой, с котом, там, я не знаю, с мамой вообще, или просто одному. Но, но, да, я бы хотел себе женщину для секса, и я не могу её найти. Почему? Потому что, ну, скорее всего, у меня маленький половой член. Вот он там 13 сантиметров, да, и он небольшой, поэтому все женщины от меня разбегаются. И меня, друзья мои, это сообщение просто поразило, просто поразило. Давайте начнём с того, с кем же вообще встречаются женщины. Абсолютное большинство женщин, абсолютное большинство встречаются, вступают в отношения с теми мужчинами, которые этого хотят и которые этого активно берут, да. То есть, когда у мужчины есть желание, когда он готов, да, в эти отношения вступить и активно взять женщину, да, для, и, соответственно, строить с ней отношения. То есть, этот момент кардинально важен, да. Всё же остальное, на что вы часто списываете, у меня маленький половой член, у меня нет денег, у меня нет дорогой машины. Это всё второстепенно, это ваши блоки. Друзья мои, спуститесь в метро, спуститесь в общественный транспорт, погуляйте по городу. Что у нас? Одни олигархи вступают в отношения. Вы увидите огромное количество мужчин, да, и маленьких, и лысеньких, и толстеньких, и с кривыми ногами, и с прыщами. И они часто именно идут с девушкой, обнимаются, целуются, там, я не знаю. То есть, понятно, что они в отношениях, да. То есть, у них на свою внешность такого комплекса нет, а у вас откуда-то, да, есть комплекс, даже если вам там какая-то женщина сказала, что ты недостаточно зарабатываешь. Ну, может быть, для неё вы недостаточно зарабатываете, а для 70% россиянок, да, и других женщин вы зарабатываете достаточное количество, да. Поэтому, ну, вот судить про это, это действительно очень сложно, да. Поэтому, опять же, размер полового члена, скажу вам по секрету, 13 сантиметров, это в состоянии эрекции, это среднестатистический размер по данным соцопросов. Поэтому здесь момент тот, что это не является критерием, что с вами не встречаются женщины. Да, что если бы вот у вас был 17 сантиметров, у меня бы была очередь женщин. Друзья мои, это проблема, которая есть в вашей голове и которая тормозит вас конкретно строить отношения. То есть, она вам не даёт строить отношения. То есть, эта проблема сидит и тормозит ваши отношения. То есть, вы вроде бы начинаете, и тут у вас рукополовой член маленький, а денег нету, и началось. А я там мало зарабатываю. Соответственно, вот вам уже такие триггеры, которые блокируют любые отношения. И женщина, безусловно, это чувствует. Женщина очень хорошо чувствует. Особенно, когда вот такие идут накрутки, вы начинаете себя накручивать, да, что вот потому, что это случается вот из-за этого, из-за этого, из-за этого. И поэтому, да, такой вот синдром ожидания, которое не случается. И здесь мы получаем ту самую проблему, что мужчина сидит очень долгое время без абсолютно всяких отношений. Да, то есть, он чётко знает причину, потому что всем женщинам нужно огромное количество денег. Поэтому, а у меня этого количества денег на сегодняшний день нет, поэтому я один. Да, и поэтому у меня нет половой партнёрщи, вообще никакой партнёрщи нет. Поэтому, друзья мои, первое, нужно выяснить, по какой причине, то есть, какой у вас такой блок стоит, который вас тормозит просто нереально. Да, и вторая проблема всё-таки, да, стоит в том, что ищите женщину для отношений, не для секса, а именно для отношений. Это очень важный момент, на который обращаю ещё раз ваше внимание. Друзья мои, если вы хотите поделиться вашим мнением, обязательно пишите его в комментариях. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и очень скоро мы с вами встретимся в следующих видео. Я вам желаю всего самого наилучшего, чтобы у вас были всегда прекрасные, насыщенные отношения. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok